Дорогие друзья, я сегодня представляю вам опять Алексея Дьякова, который мне время от времени по мере возможности помогает и в какой-то степени ассистирует, в какой-то степени что-то готовит сам. Сегодня у нас есть тема для разговоров, те кто участвует в чатах наверное догадываются, но чтобы не ломать схему наших встреч, я постараюсь сейчас кое-что вам рассказать о том, что вообще в мире творится и что у нас сейчас существенно, на мой взгляд по крайней мере. Важно то, во-первых, я вас поздравляю с новым президентом, практически вернее с тем, что будет новый президент у США. То хорош он или плохо определит будущее, ближайшее будущее, но по крайней мере это, скажем так, опять-таки нам весь мир, нам, скажем, высшие силы, назовем это так, да и сами люди американские, американский народ, сложившиеся условия и предпосылки дали возможность всему миру, шанс что-то изменить, выскочить из так называемых крысиных бегов и перейти на новое качественное. Не важно, оно, значит, под небом Господнем нет ничего плохого, нет отрицательного, есть только то, что есть. Вопрос только в том, как мы к этому относимся, с какой позиции мы на это смотрим и так далее. Будем стремиться к тому, что и верить в то, что все изменения, которые грядут, возможные изменения, тот потенциал, который привносится вот к теми изменениями, которые произошли, он в позитивную сторону. Таким образом, это так, маленькое отступление. Настало время, к чему эксперты многие это обозначили, лично я абсолютно солидарен с ними, что настало время как бы перейти на то, чтобы многие государства посмотрели вовнутрь своей страны. То есть, в страну шел, идет своеобразный, так называемый глобальный или всемирный процесс глобализации. К этому располагают те технологии, которыми мы пользуемся, не пользуемся. Но, тем не менее, в такой как бы гонке глобализации сейчас все обращаются внутрь своей страны. Мир всегда развивается по определенным законам, которые природные законы. Это не тема нашего сегодняшнего разговора, это так, я просто отмечаю, мое мнение об этом. А, скажем, от разъединения, от расширения к сужению. То есть, в данной ситуации, что я хочу сказать, что в Соединенных Штатах Америки народ интуитивно или осознанно выбрал или проголосовал за то, чтобы обратиться в свой взор, в свои ресурсы, в свою деятельность внутрь страны. Не расползаться по миру, не диктовать где-то что-то. Это не значит, что это полностью будет вношено. Тем не менее, и это то, куда движется Россия, это то, к чему стремятся многие государства Европы, иначе не будет развития. И об этом мы все видим, об этом мы все слышим. Но, в какой-то степени, это является и определенным знаком для нас, для нас, инвесторов-предпринимателей, для нас, кто мы являемся как бы подвижниками развития технологии Skyway. А Skyway является средством, которое, как мы уже и говорим, строим Skyway, что мы делаем по самим планету. И поэтому мы являемся, так называемыми, как бы, ну, сподвижниками новой технологии, которая поможет процессам в дальнейшем. Поэтому настало время объединяться, дорогие друзья. Кто-то из вас может сказать, ну, как, мы так объединяемся, мы находимся в Capital, мы, как бы, вроде акционеры, это нас объединяет. Да, нас объединяет, это, как бы, единство. Нас объединяет наше отношение к технологии Skyway. Но, тем не менее, у нас нет, скажем, более действенного механизма сохранения нашей значимости, кроме как акционеров и владельцев определенных количеств или пакетов акций, предпринимателей, инвесторов-предпринимателей. Вот. И для этого, мы уже неоднократно говорили, может послужить, естественно, естественно, значит, ассоциация, создание ассоциаций. И к этому придем. То есть инвесторы-предприниматели объединены в какую-то ассоциацию. И вот об этом мы немножко сегодня поговорим. Кроме того, я хочу вам, это, это как пункт, я вот сейчас смотрю, что у меня тут записано. Значит. А, еще важно то, дорогие друзья, что мы знаем, и это ни для кого не особая новость, но я просто отмечаю это как факт, который для нас очень важен. То, что в конце этого месяца в Мариной Горке, в Экотехнопарке, в который мы вкладываем свои и материальные, и духовные ресурсы, будет проведена так называемая, как бы, первая встреча инвесторов с сертифицирующейся трассой городского транспорта SkyWay. И это будет абсолютно ограниченный круг, потому что условия, как уже вот вы слышали, Анатолий Эдуардович и кто смотрели перед вебинаром, смотрели ролики, Анатолий Эдуардович там очень четко сказал и правильно сказал, что продевание на Экотехнопарке очень ограничено. Там, соответственно, будет подготовлено все, и ограниченный круг крупнейших инвесторов будет там присутствовать. Вот. А дальше процесс пойдет, и мы придем к тому, что весной мы все там будем на этом фестивале. И это тоже нас радует. И я хочу еще сказать, что сейчас готовит, капитан готовит некоторые изменения вообще в системе вебинаров. Вот. В работе вообще система вебинар, чат и так далее. Вебинар, поэтому будет подготовлено по вебинарам несколько изменится формат ведения вебинаров, количество вебинаров ограничится, и больше будем переходить на такие более рабочие формы общения, вот, и на конкретное обучение. Для этого настало время. И к этому располагает все, с чем мы сейчас занимаемся. И конкретно то, значит, из чего и куда будет преобразовываться наш вебинар, это, скорее всего, не скорее всего, а это будет то, о чем немножко сегодня еще Алексей нам расскажет, а мы потом немножко обсудим это дело в рамках возможностей сегодняшнего и временного ресурса сегодняшнего вебинара. Вот. И важно то, что изменение структуры вот этих связей, скажем, вебинар, чат и сайт, это наш ресурс, это наш формат, с которым мы общаемся, да, вот, выход на какие-то рабочие сайты, создание рабочих сайтов, использование инструментария, участие там, активного участия, создание рабочей группы, это обучение бизнесу, уже, скажем, не так, что люди будут обучаться, те, кто, естественно, хотят, и те, кто к этому стремятся. Я не хочу сказать, что все, кто участвует в вебинарах, этого не хотят. Но мы находимся зачастую, и опросы показывают по другим вебинарам тоже, и мы делали опросы, статистики. Значит, они показывают, что, как правило, до 25-30% участвуют с активной позиции, остальные сидят и слушают, о чем там говорят. Поэтому такое, как бы, создание или изменение базовых принципов и условий, оно будет больше... Это не значит, что вебинары не будут. Будут вебинары, не волнуйтесь. То есть, вот, но среда активного взаимоотношения будет переходить в другую форму. Вот, может быть, столько сейчас для начала каких-то там, так называемых, новостях. Давайте сейчас посмотрим особенности в окружающем собственном и твой бизнес. Конкретно, кто ты там есть, в том числе и я, кто по эту сторону экрана, и вы, кто являетесь, значит, участниками сегодняшней нашей встречи. Итак, о чем хотелось бы сказать и что для вас не ново. Вроде бы, старая схема, она есть, старая схема, о которой мы уже говорили, это инвестор-предприниматель, да? Инвестор-предприниматель. И два пути его, или так называемые, две сферы, которые мы рисовали, его предприниматель. Это не значит, что если кто-то еще не принял решение, ему это не важно. Это важно знать себе. Тем не менее, все равно, создает человек, или ты, или я, свое партнерство, или нет, он, может быть, просто предприниматель и занимается только в этой сфере. Еще не пришел к тому, чтобы заниматься предпринимательством по полной программе, или, скажем так, большую часть, и потихонечку подготавливая себе среду перехода в этот бизнес, и в кого нет ресурса, запасов нет. Это так и надо будет делать. Но принимать надо решение. Это возможно. Но это сейчас на сегодняшний день не самое важное. Это я просто напомню вам, что мы об этом говорили с вами. И каковы пути развития инвестиционного предпринимательства, о котором мы говорили. Но если идти дальше, а мы идем дальше, это создают партнерство сеть. Что создают? Создают структуру. Я начинаю очень правильно к этому относиться. Если это не знаю, я буду учиться этому, и это пока мы сможем сделать дальше. Формирую команду, повышаю свои компетенции, это и есть обучение. Дальше использую ресурс ассоциаций, а мы начинаем движение всемирной ассоциаций инвесторов предпринимателей SkyWay. И позже мы поговорим, а зачем это нужно и что-то мне даст. Далее. По второму или по второй сфере моей деятельности, это я готовлюсь, и у меня появляется ресурс для кооперации. Одно дело, я могу хотеть кооперироваться, сам метаться по чатам, искать какой-то круг там, где-то на сайтах. Другое дело, и у меня появляется своя родная всемирная ассоциация. Это возможность для кооперации. Мы потом разберемся, как это влияет и какие есть возможности инвестиционным предпринимателям. Я вхожу в ассоциацию и активизация акций через адресные проекты. Это дает возможность этого второго направления. Повторяю, здесь так называемый мой бизнес, моя производственная часть, здесь моя стратегическая часть. Они между собой очень связаны. Таким образом инвестор-предприниматель движется и начинает пользоваться всемирным ресурсом, всемирной ассоциацией. Вот для чего мы ее будем создавать. Теперь дальше. Смотрите. Значит, от чего вообще отталкиваться? И ради чего, значит, вроде казалось бы, ну, сказал там масло, ну, кто-то там подумал, поддержал на форуме в Юрмале, кто-то где-то, ну, как бы, соображает, что это надо. Кому-то это абсолютно непонятно. А зачем это? И из чего мы исходим? Вот я предлагаю, значит, такой, как бы, ход логики самоопределения. Первое. От чего отталкиваться? Чтобы идти и четко представлять, как мы здесь двигаемся. Как мы здесь двигаемся, да? Чтобы это делать, вот давайте пройдемся по этим пунктам, которые здесь есть. Ты становишься на путь саморазвития и командной едины. Это так. Если ты встал на этот путь, то это очень важно. Принял это решение. Начинаешь вливаться, строить свои планы, начинаешь строить свои стратегии. Дальше. Понимаешь и учитываешь все прежние схемы и то, что, и прежние принципы меняются. Вы скажете, вот тут, а откуда это? Почему это так? Это так, дорогие друзья? Потому что не срабатывают старые принципы. Вы посмотрите, почему банковская система сейчас в бои. Почему финансовые системы сейчас находятся на грани краха. Потому что старые принципы, старые прежние схемы не работают. Кто-то у меня спросил, ну, приведи хотя бы один пример. Я, ну, как бы, как вот самый такой доходчивый пример из того, что... Вы посмотрите, что многие предприниматели очень чувствительны к тому и пытаются сейчас еще что-то выхватить. Раньше, значит, как действовал бизнес? Выложил единицу, получил 3, 4, 5, 10, ну, ладно, получил 100 единиц взамен, да? И это был бизнес. И такая шла торговля, шли, значит, какие-то обмены, шло построение бизнеса. Банки тоже так работали, что они дают тебе 10, ты возвращаешь 20, в конечном итоге обратно, если кто долгий какой-то там, я не знаю, там, кредит берет или, значит, ипотеку, не дай бог, в определенных банках берет, это все. Это значит, что шуба себе, шуба полторы-две банку. Или по-моему, кто тебе дал. То есть вот этот бизнес, он уже отжил, он отживает себя, и это одно. Второе, почему принципы меняются, то, что появляется возможность и наш бизнес, а с названием мы то или нет, даже вот то, что мы вкладываем, инвестируем один доллар, взамен мы получаем, как бы, через определенную процедуру становимся владельцами и давайте… Продолжение следует... 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 Все. Наше общение с вами. Я могу вам сказать, что несколько лет назад, даже несколько лет назад, это было достаточно проблематично, чтобы группа людей сегодня, например, сколько-то там сотни людей участвовали в обсуждениях и так далее. Это было неприемлемо, малоприемлемо. Инструментарий за счет этого расширяется и этим пользуется. Важно и то, что важно диверсифицировать свои средства, вклады и тому подобное. Это диверсифицировать, это значит разложить или в разные казины это все разложить. Фактически, нам, наш бизнес, в условиях перехода вот в эту часть, да, позволяет это. Причем, создавая здесь определенные пакеты, мы даже создаем здесь возможность. Но в какой-то степени этого еще мало, что мы развиваем здесь бизнес. Мы начинаем развивать и участвовать в различных адресных проектах. И мы это учитываем. То, о чем здесь было как раз здесь сказано. И теперь смотрим дальше, дорогие друзья. Смотрите, что происходит. Значит, дальше. Недалек тот день, когда недвижимость, Земля перестанет быть частной. Многие сейчас посидят и посетят. Но, значит, я больше чем уверен, что грядет это время, и человечество не может себе позволить такой роскоши, чтобы Земли находились в частной собственности тотально. Вот. И с ней можно было делать все, что заблагоразумится. Это опасно для человечества. И мы, желаем того или нет, перейдем к сообществу. То есть к совместному владению Землями и распоряжению тем, что с ними может быть и что с ними можно делать. Поэтому это очень сильный, так называемый, как бы, фактор, который надо тоже учитывать. Поэтому, почему? Ну, например, есть знакомые, говорят, нет, сейчас очень важно вкладывать недвижимость. Ну, вкладывайте, конечно. Что такое недвижимость? Есть страны, по-разному рассматривающие недвижимость. Где-то недвижимость это дом, который не сдвинут земли, а где-то это земля, на которой стоит дом. И земля, являясь недвижимостью, все, что на ней находится, оно является, как бы, принадлежностью этой недвижимости. Поэтому здесь неважно сейчас, и мы в детали не будем бороться, но факт то, что недвижимость, к сожалению или к счастью, в ближайшее время, ближайшее, я думаю, 15, 20, 25 лет, вот, перестанет быть так называемым, очень, как бы, ну, как бы правильно сказать, сильным ресурсом. Хотя, то движимое, или, скажем, привязанное к земле ресурс, он останется, и он, естественно, будет важен. Поэтому здесь надо очень осторожно относиться к тому, как, значит, многие специалисты сейчас говорят, вкладывайтесь недвижимость, вкладывайтесь золото и так далее. Здесь будут, я просто не буду вдаваться в подробности, хочу сказать, что грядут большие изменения. Это надо учитывать. Вот. А почему учитывать? С позиции нашего предпринимательства, инвесторов, предпринимателей, скорее. Не слушайте советов большинства, у них мало денег. Тоже принцип, дорогие друзья. А мы зачастую слушаем, а вот там так сказали, а вот там так сказали. Это можно прислушиваться, если ты сам не знаешь, там не стремишься, там не развиваются. Да, можно на это смотреть. Но это надо учитывать, что, скорее всего, надо самому развиваться, и тогда будет о чем, значит, как бы, как развивать свой бизнес, как идти дальше. Не особо прислушиваться к тому. У кого нет денег, тот много может, или у кого мало денег, тот много может советовать. Но он ограничен в выборе тех средств, которые он предлагает. Потому что у него нет просто модели. Он не представляет, как, что можно сделать. Далее. Допускайте определенный оправданный риск и оставляйте страховой фонд. Все этот бизнес, о котором мы сейчас говорим, этот инвестиционный бизнес, он это позволяет делать, если правильно планирует свою деятельность. Вот. И самые востребованные валюты в ближайшее время, дорогие друзья, будут, они уже сегодня есть, но, вот, абсолютно в ближайшее время будут идеи. Есть идеи, ты востребовал, нет идей, иди, занимайся, то есть рутинной какой-то работой, чем-то таким, что обслуживай. Будь готов изменять свою деятельность через каждые один-два года. Такова реальность, такова среда, таковы условия, которые... Ведь не случайно говорят, что поколения, которые родились после 90-х годов, и те, кто родились раньше, а те, кто после 90-х годов родились, должны быть готовы в течение своей жизни сменить от 4 до 6 раз абсолютно кардинально свою специальность. Или же двигаться в каком-то одном направлении, но менять свои специальности, должности и так далее. Поэтому это все отсюда, это все отсюда, вот из этой сферы. Поэтому, ну, чтобы именно быть готовым продуцировать идеи, не все к этому предрасположены, ясно. Но участвовать в этом процессе очень важно. Глядишь, что-то и к тебе приклеится. Поэтому вся переход нашей деятельности, наша, как бы, ориентация на то, чтобы продуцировать идеи, создавать рабочие группы, начинать работать в направлении поселений, создания поселений, адресной подготовки нашей компетенции к созданию поселений будущего, это очень хорошая идея, которая выросла у нас на чате. И я абсолютно поддерживаю сейчас, в ближайшую часть, буквально время, Алексею дам слово. Алексей, я что-то тебя не вижу. Так, Алексей, Алексей вышел, что ли? А, есть Алексей, да? А, есть Алексей, спасибо. Значит, на месте, спасибо, да. Я дам тебе слово, значит, сам подключишься, у тебя есть возможность, выкрою. Вот, то есть идеи. Вот, и поэтому давайте подумаем, куда двигается мировое сообщество. Я уже в начале, когда в разделе новости, уже сказал, что это новый, мы настали, мы находимся уже. Это надо осознать на новом этапе локализации, перед принципиально новой глобализацией. То есть мир меняется, мир переходит из одной фазы в другую. Ну, сейчас, поверьте мне, это этап локализации. То есть, вовнутрь обращение внимания, вовнутрь развития стран, наведение порядка. А что такое порядок? Порядок — это рачительность, это создание, повышение коммуникабельности внутри страны, не только информационной, но и материальной. А, дорогие друзья, это значит, вода на нашу мельницу. Это на то, чтобы... И это везде чувствуется, кстати. Вы знаете, я вот в прошлый раз говорил, что я был в Фринляндии, там самое консервативное, как бы, большинство таких, как бы, чиновников. Они очень чувствительны к тому, что мы говорим про скорей. Они прислушиваются, они со стороны так внимательно смотрят, просят информацию. Но это говорит о том, что они абсолютно интуитивно и осознанно готовы к тому, чтобы развивать у себя внутри, в первую очередь, страну, и служить. И они в первую очередь говорят, а можем ли мы настолько подключиться к Скайвей, что мы тоже будем, как бы, впереди планеты все вместе со Скайвей. Если вы к этому развернетесь, бога ради, абсолютно реальные возможные вещи. Вот. То есть новый этап локализации. Это наведение транспортных... Приведение транспортных артерий в порядок. Это приведение в порядок сельского хозяйства. И землепользование, в первую очередь, дорогие друзья. Потому что это приведение в порядок продуктов питания. То есть, что сегодня глобализация, что дала сегодня? Она дала то, что, как мы в Эстонии говорили, что... Ну, во-первых, проверим, как меня слышно. Потому что я с наушниками... Нормально все, да? Да. Ну, вообще, Владимир Маркович уже все рассказал. Саму идею, как она должна выглядеть и во что она должна перетечь. Действительно, наш чат, целевые проекты, немножко был без информации стал. И стала появляться информация, не касающая вообще проекта Skyway. Поэтому меня как бы это затронуло. И хочется немножко взбодрить всех партнеров, чтобы те самые активные, которые уже высказывались о желании инициировать какие-то свои проекты, чтобы они вновь стали активными участниками. И наш чат, целевые проекты, все-таки пошел в нужном русле. Поэтому я выдвинул эту идею, что можно создать ресурс, в котором можно было собрать все такие народные адресные проекты, сформировать, сконструировать их именно по какому-то принципу, по какому-то бизнес-принципу информации, изложения информации. И тогда появится хоть какая-то база или реестр вот этих народных адресных проектов, что может в будущем как-то помочь тем инициаторам, которые хотят все-таки инициировать свои проекты, помочь им найти инвесторов, помочь создать свою команду, которая может работать над этими проектами. И впоследствии вот это все может перетечь, вот как Владимир Маркович показал, может перетечь какую-то ассоциацию, способную уже самой даже инициировать адресные проекты. Сейчас трудно говорить в какой-то форме будет, потому что сейчас производим поиски правильной системы выбора. Безусловно, первые месяцы это будет закрытая система, пока протестируем, посмотрим, нужно ли это и будет ли это работать. Здесь, конечно, очень важна именно ваша активность, кто имеет какие-то мысли, имеет желание инициировать свои проекты. Поэтому я очень прошу, что если кто-то еще из вас не в чате адресных целевых проектов, чате Skype, пожалуйста, регистрируйтесь там, и выкладывайте свои мысли, это поможет в понимании и в создании этого ресурса, как он должен выглядеть и что в нем должно быть. Предполагаю, что вначале это будет простая система, где каждый может изложить свою идею, инициативная команда формулирует правильно эту идею, и чтобы было удобно читать ее. Далее эти проекты все будут выставлены на этом ресурсе, и наиболее интересные проекты, под наиболее интересные будет создаваться какая-то инициативная группа, которая будет дальше как бы двигать этот проект. Чем еще такой ресурс хорош именно для инициаторов адресных проектов, независимо это поселение хотите инициировать, или какой-то небольшой участок дороги, что если у вас есть идея, но у вас нет опыта, достаточно опыта, как правильно сформировать документально вашу идею, то инициативная группа ресурса может это все сделать, и вы дальше самостоятельно можете двигаться в сторону общения с какими-то потенциальными инвесторами или с какой-то администрацией, и показав уже электронную версию вашей идеи, то есть получится довольно полезный ресурс именно для самого инициатора. Что касается безопасности, может быть кто-то волнуется, что вот я расскажу свою идею, а ее кто-то перехватит, ваш ресурс захватит ее, и меня просто выкинут из своей же идеи. Я могу сказать, что по личному опыту у меня, допустим, миллион идей в различных областях, и они так и остаются идеями, пока под них нет каких-то финансовых ресурсов. В мире вообще миллиарды идей, полезных моделей, изобретений, которые даже запатентованы и так и не реализованы именно из-за страха человека, что вот украдут его идею. Не бойтесь, выкладывайте, рассказывайте свои идеи, тогда они трансформируются и перерастают во что-то более реальное. И еще немаловажный плюс нашего вот этого ресурса, я так думаю, что чем больше информации мы трансформируем о SkyWay, тем больше она разлетается все-таки, и привлекательность проекта будет показана людям с другой стороны, которые еще не в проекте, и это еще одна возможность, чтобы привлечь других людей в проект. Вот. Владимир Варкович, может, что-то вы хотите добавить? Спасибо, Алексей, тебе за информацию. Меня слышно, да? Значит, спасибо за информацию. Я хочу добавить, абсолютно правильно, я хочу добавить только то, что это одно из направлений, это возможность, это возможность обучения. Абсолютно ты прав, что это и, скажем, развитие, развитие, вот, это движение, и это работа в пользу будущего. Существует целый ряд концептуальных, как бы, основ для того, представления этого поселения, или, скажем, представления линейного города. Но вы поверьте мне правильно, я этим делом занимаюсь тоже уже достаточно время. Вот. Существует так называемая базовая концепция, и это одно из направлений адресного проекта строительства или, скажем, создания, не строительства. Строительство – это только, знаете, сложить кирпичи, найти место, сложить кирпичи и так далее, и так далее. Залить фундамент и прочие дела. Вот. А создание поселения будущего – это очень непростой процесс. Поэтому инициация подготовки этих проектов, и это не значит, что мы, кто мы начнем, допустим, инициировать этот проект, все должны знать. Нет. И это трудно знать. Поэтому, как Алексей правильно сказал, что идея, у меня есть идея, я не знаю, где-то там, на просторах России или в просторах Прибалтики создать скоростную трассу, но я вижу, что там могло быть целый ряд поселений. Можно было бы то, что мы о чем сегодня говорили, вовнутрь государства начинать. Почему сегодня не производится у нас, у наших, одно дело, это не позволяет определенные слои наших политиков, которые замазаны коррупцией, и им проще везти из-за границы. Я просто приведу такой пример. Когда в 2009 году я познакомился, не буду сейчас называть, в Ленобласти предприятие, которое занималось, причем все в шоколаде было. Я спрашиваю, а с чего у вас оборот, когда начали смотреть, они 98% своей продукции везут из Бельгии, я не знаю, из какого-то там, из Бразилии, Аргентины мясо, мясную продукцию, мясо для мясных предприятий. Они говорят, а такова вся история. Полностью загробили воспроизводство поголовья скота в России. Я спрашиваю, почему? Они говорят, а семенной фонда больше нет, чтобы оплодотворять свиноматок. Полностью вывели. Да, французы нам готовы продать. Точно то же самое. А что это значит? Это значит, что все стремились к индустриализации сельского хозяйства. Полный нонсенс. Поэтому наше поселение, строительство трасс, это первейшая база для рассредоточения и приведения вот этой сферы землепользования в правильную русло, в правильную среду. Когда мы будем питаться, у нас будет жизнедеятельность, у нас все будет. Поэтому это проекты, масса проектов, дорогие друзья. И не думайте то, что только построить, это единственный проект. Масса проектов. Создание технопарка, создание фермы, создание того, взаимных, так называемых, логистических связей. Бас производства, одно дело вырастет на ферме, другое дело, это надо еще переработать. То есть масса всего очень интересного. А там мы же говорили, какие виды деятельности могут быть. То есть абсолютно масса возможностей. И поэтому я просто внесу точность еще, что ассоциация нам, это как всемирная площадка будет, которая будет только укреплять наше сотрудничество. И создав такую среду, проработав в чате, не в чате, а, например, на сайте, рабочая группа, она будет более компетентна, сможет поделиться тем опытом, мы сможем это обсудить и так далее. Вот. Значит, я хочу еще оборудить. Там вопросы, Владимир, как раз. Да, 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 я смотрю, что трудно все это понять сразу. Да, Александр, я тут написал уже, успел. Ничего страшного, участвуйте, разбирайтесь. Ведь, извините, я иду в школу, что я знаю о тригонометре? Да ничего не знаю. Я даже слова такого, может быть, не знаю, когда иду в школу. Разбирайтесь, в конце концов, понимаете? Поэтому ничего страшного нет, это естественно и правильно. Значит, ссылка на чат нужна. Правильно, Людмила, значит, на чат. Вы можете в чате участвовать. Кто-то из здесь присутствующих, да, дайте Людмиле свой скайп и введите ее, пожалуйста, на чат. Вы видите. Или же, Людмила, вы напишите мне, я вас введу, значит, вот я сюда сейчас введу мой скайп. Сейчас, валюта марта, марта 13, я вас введу туда, попросите, чтобы вас ввели в чат. Так, дальше. Самой востребованной валютой в будущем будут идеи. Правильно, Сергей? Я, вот абсолютно правильно, вы где-то прочитали это. Или это ваше мнение? Значит, как будут защищены идеи, Сергей? Значит, ну как защищены? Самая лучшая защита идеи – это не носиться с этой идеей, а ее притворять в жизнь. Есть различные варианты. И вот поймите правильно, одно дело, я бьюсь один со своей идеей, и действительно, как Алексей правильно сказал, хожу и боюсь. Кто бы у меня именись первым, да? И совсем другое. Становится как бы востребованным, когда мы кооперативно, то есть договорившись, что кто, там был вопрос, что, а что, значит, что это даст или что так, что получит или какую роль будет выполнять тот, кто сможет инвестировать адресный проект. Это все договаривается в договоре, дорогие друзья. Оформляется учредительный договор, инвестирующий группы, если юридически говорить, да, там оговариваются гарантии определенные, вот, и это все защищается, совместно начинаем работать. То есть договариваются при посадке в лодку, в какую сторону будем грести, кто какую роль играет, и кто за это что получает. Это все абсолютно возможные варианты, друзья. Вот. Само-сердно, Сергей Алексей уже сказал, что идеи море. Нет реально специальности, чтобы... Правильно. Вот в чем вопрос, кто умеет, значит, с одной стороны идею спродуцировать, а с другой стороны, правильно, я еще введу одно, то, что действительно нужны будут специалисты, кто смогут быть руководители адресных проектов, руководители просто проектов, реализующих идей, но этого тоже еще мало. Нужны средства. А смотрите, посмотрите на экран. Вот у нас средства, дорогие друзья. Это колоссальные средства. Ими надо распорядиться. И это можно распорядиться благодаря нашей ассоциации. Мы ассоциируемся, начинаем через это действие. А вот эти шаги, которые мы сейчас предпринимаем, Алексей правильно сказал, это так называемые предварительные разминочные шаги. Но я вас уверяю, что параллельно идет деятельность, работа с юристами, работа со специалистами, которые, ну, скажем, понимают, скажем, в организационных вопросах и формируется так называемая юридическая, организационная и формальная база создания ассоциаций. Условия. Кто-то там задавал себе вопрос, что обязательно ли будет принадлежность. Нет, не обязательно. Хочешь, станешь инвестором-предпринимателем, задекларируешь и пошел. Не хочешь, спокойно, пожалуйста, потихонечку, мягко выражаясь, значит, попыхивая в две своих, как говорит, морозбилочки, сопя, идти вот таким путем, или, пардон, идти таким путем, создавать свой, хотя бы, этот путь. Так что, выбор всегда, дорогие друзья, есть. Поэтому я... Ох, стоп. Хотел здесь рисовать. Вот, Алексей, что ты хочешь сейчас сказать? Ну, один вопрос. Вы пропустили? Юрий задавал. Что получит или какую роль будет? Почитайте, пожалуйста, и ответьте. Что получит или какую роль будет выполнять? А, я сказал, он будет участником группы, а в дальнейшем, или в дальнейшем, а в результате он будет членом и акционером, инициирующей группы, то есть она будет в форме какого-то акционерного общества или же, например, ООО в российском понимании или в международном понимании ЛЛЦ, то есть называемое общество с ограниченной ответственностью. То же самое, что в России, да? Он просто станет одним из соучредителей, будет участвовать в этом. Я об этом уже косвенно сказал, что, соответственно, будет договор учредительный, где определены все опционные возможности, все те блага, которые кто-то получит, и так далее, и так далее. И роли определены. Это был, я как-то косвенно, может быть, на это ответил, сказал, что при посадке в ЛОК договариваемся, что и как делать. Ну, и вопрос Сергея. Владимир, чуть потише сделайте тогда фон. Сергей, у нас изначально защита, основная защита, это просто ресурс будет закрытый, будут только приглашаться инициативные, активные участники, уже показавшие себя в проекте Skyway, то есть это люди не ниже, я не знаю, консультанта, консультанта, лидера, и не всех подряд будем запускать. Посмотрим, какая будет активность, посмотрим, какие вообще идеи будут выкладываться, и будут ли выкладываться, и что из этого получится. То есть защита пока такая. И на самом деле вас как бы не подвигают к тому, чтобы какие-то гениальные идеи высказывать. Я считаю, что все, что связано со Skyway, это адресные проекты поселений и трасс. На самом деле никакой уникальной идеи нет, то, что вы хотите, допустим, из одного города в другой город построить трассу. Это идея трассы, но это не уникальная идея, поэтому защищать ее нет смысла, ее нужно реализовывать. Вы знаете, я сейчас... Спасибо, Алексей. Я возьму, отвечу словами Анатолия Гуравлевича. Ведь не секрет, что я как бы идеями я тоже не сильно страдаю. Ну вот. И даже я рисушку такой раскладываю, Анатолий Гуравлевич говорит, а где ты деньги возьмешь? У них деньги есть? Где деньги? Зин. То есть все упирается в деньги. Ассоцировавшись, ведь создание ассоциации не просто так возникло на пустом месте. Одно из того, что мне задолбали, такие, значит, мягко выражаясь, такие ответы, что пока денег нет, да, ну давайте тогда будем создавать этот ресурс. Только ассоцируясь, ассоцируясь, можем делать. Или второй вариант, бегать, что одно не исключает другое. Бегать, искать инвесторов, которые вложат. Но вы знаете, как с инвестором разговаривали. Сегодня ты сидишь на этом стуле, а завтра ты можешь на нем уже не сидеть. Понимаете? И поэтому, скоперировавшись, проведя проект до определенной стадии его готовности, с инвестором. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok